Здравствуйте, я Домжичев Андрей Андреевич, потерпевший в деле об убийстве Соколова Яна Александровича. К сожалению, как показала практика, в современной России оказать влияние на работу правоохранительной системы можно только вызвав резонанс в обществе, который проявляется в количестве просмотров и обращений к видеороликам или статьям в СМИ. Именно с этой цели я взываю не только досмотреть этот небольшой ролик до конца, но и по максимуму оставить комментарий и поделиться ссылкой со своими знакомыми. Помните, что только так мы сможем наладить общественный контроль за фактически нанятыми за наши налоги людьми, государственными служащими, различных ведомств или слугами народа. В прошлом году отец моего убитого знакомого уже обращался через этот новостной канал к руководству страны с целью восстановления справедливости по поводу проведения действий по расследованию этого убийства. Набрав около 3000 просмотров и вызвав обсуждение под этим видео, он добился того, чтобы материалы забрало областное управление Следственного комитета. При этом прокуратура, которая давала такое поручение, сослась в обосновании таких действий именно на широкий общественный резонанс. И у несчастных родителей жены убитого, как и еще не понимающей малолетней дочери, появилась надежда справедливого расследования дела и законное окончательное решение о наказании виновных лиц. Вкратце напомню. 20 октября 2019 года мой товарищ, Соколов Ян Александрович, предприниматель, попросил меня отвезти его в город Энгельск, к его знакомому, с которым у него произошел конфликт по предпринимательской деятельности. В ходе встречи, где я фактически лицом к лицу противостоял четверым, произошла штычка, в ходе которой Яна убили. Вследствие этого конфликта я получил огнестрельное ранение из охотничьего ружья. У меня имеются все основания полагать, что выстрел был совершен с целью моего убийства. И данные действия должны рассматриваться как покушение на убийство. В частности, я являлся свидетелем убийства моего знакомого, Соколова Яна Александровича. В этом конфликте я не участвовал, никому не угрожал, у меня отсутствовало какое-либо оружие. Однако после выстрела в Соколово нападавшие пытались убить и меня тоже, выстрелив мне в спину, когда я пытался убежать от них. Единственное объяснение, почему они это сделали, являлась цель устранить свидетеля убийства. Все это время, по настоянию Яна, я был лишь водителем. И он мне указал, ни при каких обстоятельствах в разговор не лезть. Поэтому я наблюдал всю эту ситуацию примерно метров семи. При этом это происходило глубокой ночью, и говорить о случайности точно нельзя. Вместе с тем я был ошарашен тем, что меня не только более трех месяцев не вызывают в качестве свидетеля. Очень надеюсь, что нынешний следователь этого просто не успел, так как материал ему передан совсем недавно. Но и мне пришел ответ со следственного отдела города Энгельса о том, что я якобы не писал даже заявление и, соответственно, не являясь потерпевшим в той ситуации. Вместе с тем я не взываю к осуждению убийцы Яны или не прошу вашей моральной поддержки. Все обстоятельства дела должны быть тщательны и всесторонне расследованы, по результатам чего судом будет вынесено решение. Справедливо оно будет или нет, это показатель субъективный и может быть обжаловано. Однако я никак не могу смириться с тем, что, не участвуя в потасовке, ничего абсолютно не сделав, получив ранение, я получил ответ от сотрудников следственного отдела по городу Энгельсу о том, что я даже не писал заявление по данному факту, что не соответствует действительности. Попав в больницу, ко мне приезжала следственно-оперативная группа, которой я все рассказал. Через несколько дней следователи привлекали меня для опознания очной ставки и осмотра места происшествия. Тогда в следственном отделе я и написал, кстати, по рекомендации следователя, заявление на тех людей. «Случилась ситуация 20.10.2019 года. 16.12.2019 года я написал запрос о результатах рассмотрения моего заявления. 21.01.2020 года ко мне пришло письмо обычной почты от следственного отдела СУСК РФ по Саратовской области, по городу Энгельсу, датированного 16.01.2020 года. О том, что, оказывается, никаких обращений в их адрес не поступало, я же являюсь свидетелем по делу об убийстве Соколова и Яна. Вначале меня опросили, но потом благополучно забыли. Мои права не нарушены, меня же не убили. Причем стреляли меня не на окраине, не за городом, а в городе. Представляете, если вы завтра пойдете гулять по городу Энгельсу, вас или ваших близких пальнут из ружья. А дело будет рассматриваться в отношении толпы, где вы затерялись. Как признать толпу потерпевшей? Вот вопрос. Знакомый юрист пояснил мне, что попытка моего убийства, а по-другому эти действия и расценить нельзя, является преступлением, по которому уголовное дело возбуждается вне зависимости от моего заявления. Но это только закон. Как его просчет следователь или, например, посчитает нужным мне принимать во внимание моего заявления и выкинуть его в мусорку, так и дело пойдет в суд. Отличное правосудие. Может, тогда и мы, налогоплательщики, руководствующие их логикой, решимся вместе не платить им за такую работу в виде налогов? Еще раз прошу распространить это видео и вызвать тот самый общественный резонанс, который так эффективно действует на этих лиц. Продолжение следует...